Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и любители астрологии. В новом видео вас ждет обзор нового лунного месяца с 20 июля по 18 августа. С помощью нашей информации вы сможете грамотно спланировать свои дела и успешно действовать. Конечно, я напомню вам о том, как провести Де Новолуния, отмечу сложные периоды данного лунного месяца и назову благоприятные дни для важных дел. Итак, друзья, хочу поделиться с вами тем, что уже очень много лет подряд я живу по лунным ритмам. И месяц для меня начинается именно с новолуния, и длится он до следующего новолуния. Так живет вся природа на Земле, весь животный и растительный мир. Ритмы Луны естественны и для организма человека. И лунный месяц, как маленькая жизнь, может быть прожит нами в гармонии с самим собой, с другими людьми и в дружбе с космосом. На графике 2020 года мы с вами видим, что еще 5 июля мы все вышли из коридора затмений, уже остался позади период ретроградного Меркурия, тормозящий нашу социальную деятельность, и период на убывающей Луне до новолуния 20 июля, данным всем для адаптации и подготовки к новому лунному месяцу. В большинстве своем он будет благоприятным периодом для различного рода инициатив. В целом, этот благоприятный период продлится до 9 сентября, за вычетом небольшого напряженного периода с 10 по 24 августа. О нем я вам расскажу в этом видео позже. Поэтому очень советую не откладывать в дальний ящик свои важные дела, а детально спланировать их в новолуние 20 июля и приступать к реализации задуманного на растущей Луне с 23 июля по 6 августа. На неделе до 20 июля, как всегда, готовимся к встрече новолуния. Подводим итоги, завершаем ранее начатые дела, которые не хотим тащить за собой в новый месяц, закрываем долги денежные эмоциональные, делаем уборку жизненного пространства и отслеживаем свои мысли и чувства. Кто хочет и готов, можно сделать в эти дни разгрузочную диету, и вы легко расстанетесь с парочкой лишних килограммов. Помните, что в дни новолуния наш организм более ослаблен, иммунитет понижен, иногда бывают головные боли, поэтому не расходуйте напрасно своих сил и позаботьтесь о своем здоровье. 20 июля – понедельник. По классической звезде магов – это день Луны. Поэтому пассивное лунное начало по сравнению с другими энергиями выражено очень сильно. Знаете ли вы, мои друзья, что наши предки никогда не начинали своих важных дел по понедельникам, ведь недаром говорят, что понедельник – день тяжелый. Давайте заглянем в астрологический календарь на июль месяц и внимательно посмотрим на день новолуния. Весь день 20 июля до 20.30 длится 29-й лунный день, сложный и напряженный для наших повседневных дел и психологического состояния людей. Это день итоговый в предыдущем лунном месяце, и весь его негатив как будто собирается вместе для того, чтобы быть сожжены в момент новолуния. Примите трудности, которые испытываете в этот лунный день, как необходимые уроки от высших сил. Постарайтесь прожить этот понедельник с добрыми мыслями, а если из-за кого-то или чего-то поднимаются сложные эмоции, отслеживайте их внутри себя и мысленно посылайте им добрые чувства, любовь, заботу. Относите себя так, как бы вы успокаивали своего ребенка. Но никого не вините в своих проблемах. Никогда. Это уроки. Благодарите за них. В ячейке календаря на 20 июля мы видим, что фаза точного новолуния происходит 20 часов 33 минуты по Киеву и Москве. И с этого момента мы все переходим в новый лунный месяц. Происходит как перезагрузка определенных программ для каждого из нас. Если вы живете в других регионах с другими часовыми поясами, обязательно корректируйте время. Если находитесь восточнее Киева и ваше время отличается от украинского, прибавляйте разницу в часах, а если проживаете западнее, отнимайте ее. По всемирному времени точная фаза новолуния произойдет в 17 часов 33 минуты. В понедельник вечером перед новолунием хорошо будут подвести итоги прошедшему периоду, вспомнить прожитые события за предыдущий лунный месяц и найти слова и чувства искренней благодарности за мудрые уроки данного жизненного этапа. Можете написать письмо благодарности Вселенной. Каждый раз я вам рассказываю, что моменты новолунии, полнолунии, солнечных и лунных затмений происходят на всей Земле в единый момент. Они знаменуют собой начало нового цикла или этапа. И в этот особый космический момент мы с вами можем из месяца в месяц закладывать позитивную программу для будущих благоприятных перемен. И не только в нашей личной жизни, но и в жизни больших эгрегоров, например, целых стран или всей Земли. Может, для многих из вас это похоже на сказку, но я уже в этом давно не сомневаюсь. Поэтому предлагаю всем, кто доверяет этой информации, в период хотя бы плюс-минус часа точного новолуния постарайтесь пребывать только в добром расположении Духа, в состоянии спокойной радости, умиротворения и поддерживать эту добрую энергию в своем окружении. Новолуния — это на самом деле праздник. Один цикл в природе завершается, начинается другой. И он всегда несет с собой новые надежды на лучшее будущее. Зажгите свечу. Плюс-минус пять минут от точной фазы новолуния — самое уникальное волшебное время. Вы можете провести его по-разному. Слушайте себя, свою интуицию. Кто-то из вас захочет прочитать молитвы, а кто-то почувствует в себе источник света и любви и начнет излучать эту энергию в окружающее пространство. Делайте так, как чувствуете, ведь новолуния в знаке рака, и ваша интуиция готова вам подсказывать и помогать. От всей своей души в этот важный момент желайте себе и всем вокруг здоровья, счастья и добра. То, что исходит от вас, к вам и возвращается. Дарите миру любовь, и весь мир в ответ одарит вас ею. Это духовный закон. Попробуйте, и по-другому вам потом жить и не захочется. А затем наступает первый лунный день, который называется лампада или светильник. День создания мыслеобразов. Это время идеально подходит для формирования творческих замыслов и планов на лунный месяц вперед. И особенно благоприятен для этой духовной работы первый час после новолуния. Итак, в солнечные затмения, которые бывают два раза в году, формируйте задачи на полгода или на год вперед. А в каждое новолуние месяца расписывайте план по дням на лунный месяц вперед. А теперь давайте определимся, на какие же дни данного периода наметить важные дела. Наконец-то мы дождались с вами окрашенных в оранжевый цвет дней. Если день так окрашен, значит целый день можно использовать для своих начинаний. Помните, начинать важные дела нужно на растущей луне. И можно еще дней пять рассмотреть после полнолуния. Энергии у луны в этот период еще достаточно, и ваши дела также будут развиваться. Слева внизу, в ячейке дня, вы видите лунные дни. Лунный серп на небе появляется с третьего лунного дня. И для всех нас это уже знак. Начинаем активизировать свои задачи. Но на этот раз, в третий лунный день, когда хорошо было бы запустить, например, цикл физических упражнений, мы видим в нижней части ячейки период луны без курса. И делаем вывод, в этот день запущенные перспективы могут не реализоваться так, как вам нужно. Поэтому переносим старты на 23 июля. 24 июля, в пятый лунный день, еще лучше начать что-то важное, чтобы результат вас радовал и рос вместе с растущей луной. Если ячейка дня в календаре белого цвета, это значит, что определенную часть дня мы можем использовать для своих значимых дел, а какую-то часть нежелательно. Многим из вас легче будет заглянуть на соседнюю страничку, где уже все дни просчитаны мной и прописаны в разделе «Выбор дней для разных дел». Нажимайте паузу в нашем видео, делайте скрин экрана и будете в курсе лучших дней для своих поставленных задач. Я всегда на каждый месяц в своем календаре даю рекомендации не только для бизнеса и покупок, но и для посещения стоматолога, для хорошей прически и стрижки, косметических процедур и для садоводов-огородников. Печатные календари на 2020 год все уже давно раскуплены, поэтому если вам нужно заранее планировать свои дела на месяц и вперед, подписывайтесь на мобильное приложение к астрологическому календарю. Ссылка на него под нашим видео. Переворачиваем страничку и заглядываем в август. На растущей луне я рекомендую вам воспользоваться 2 августа до 12 часов дня, а также после полнолуния запланировать дела на 5 и 6 августа. А как быть дальше на убывающей луне до 18 августа, то есть до следующего новолуния, которое произойдет 19 августа? И вот тут давайте посмотрим информацию для профессионалов и любителей. Мы с вами видим, что 10 августа Марс в соединении с Черной Луной. В период с 8 по 12 августа не рекомендуется принимать важные решения и начинать новые проекты, возможны ошибки, просчеты, конфликты. А теперь давайте посмотрим на информацию в левой колонке. С 10 по 13 Марс, а с 11 по 24 Юпитер будут проходить по разным сложным градусам. Я их называю градус испытания трудностями. И рекомендую в этот период с 8 по 24 августа не начинать новых дел, так как в гороскопе их начало, будто регистрация бизнеса, дорогая покупка или создание семьи, будет Марс или Юпитер в градусах, создающих проблемы, а не способствующих успеху и счастью. Если рождается ребенок в периоды таких градусов, не переживайте, такие люди никаких трудностей не боятся. Давайте теперь изучим космограмму новолуния 20 июля, которая является стартовой точкой для всего лунного месяца. Солнце и Луна данного космического события находятся в 29 градусе рака. Рак – это стихия воды, очень глубокий эмоциональный знак, через который мы все решаем на Земле важнейшие задачи – беречь свои родовые традиции, бережно и патриотично относиться к своей родине, заботиться о своих родителях, предках, своей семье. На психологическом уровне данная новолуния обращает наше с вами внимание на то, что в этом мире нужно научиться жить без обид, научиться прощать, вылезти из панциря сковывающих обстоятельств, рамки которых всегда в собственной голове. В данной карте мы видим точную оппозицию между градусом новолуния и Сатурном в противоположном знаке Козерог. Сатурн – строгий учитель, и для многих из нас данный урок может проиграться уже как последнее предупреждение. Благодаря урокам этого новолуния нам всем придется очень хорошо уяснить, что наша опора и самая большая ценность в жизни – это наша семья. Взаимная любовь, поддержка, забота всех членов семьи друг о друге – это самый прочный и необходимый каждому человеку фундамент, на который можно строить все остальное и спокойно реализовывать свои цели. Если такого фундамента нет, это большая проблема для всей семьи. Не может дерево без корней устоять в ураган. Плюс такая обособленность от своих родителей или от собственных детей порождает самую большую и глубинную боль, обиды, чувство одиночества. Чувство собственной правоты каждого члена семьи мешает услышать и понять друг друга. Каждый прав по-своему, а легче никому не становится. Подумайте над этим, вододанная новолуния, и каждому из вас откроется истина, как и чем вы можете помочь своему роду, а значит и себе самому. Понять и простить своих родных можно и нужно, только тогда тяжесть обид начнет превращаться внутри вас в легкость, свет и любовь. Вы расправите плечи, улыбнетесь миру и начнете жить с открытым легким сердцем, с радостью и оптимизмом. Кто счастлив, тот и прав, это сказал Лев Николаевич Толстой. А теперь наша рубрика «Космическая лотерея». Данная новолуния может включить и активизировать к действию людей, рожденных с 18 по 22 июля, а также она может кинуть вызов рожденным с 16 по 20 января, с 15 по 19 апреля и с 18 по 22 сентября. Также данная новолуния может более мягко и корректно направить в нужную сторону инициативу людей, рожденных с 16 по 20 марта, с 16 по 20 мая, с 18 по 22 сентября и с 17 по 21 ноября. Для людей, знающих расположение планет в своем гороскопе, обратите внимание на следующие сектора, чувствительные к данному новолунию градусов, с 27 по 30, рака, козерога, а также овна и весов. Планеты, попадающие в эти зоны, могут быть инициированы к действию. Обращайте также внимание на то, в какой дом вашего гороскопа попадает 29 градус рака и будьте готовы к переменам в течение месяца по данной сфере жизни. Если вы любите астрологию и хотите научиться разбираться в ней профессионально, двери нашей онлайн-школы открыты для всех желающих. Мы выпускаем не только астрологов, но и счастливых людей. Мои дорогие друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, вы мои единомышленники. И мне очень хочется вам сказать о том, что каждый человек на Земле — волшебник. Каждый из нас творит свою реальность согласно заложенного в нас потенциала. И чем больше у нас каждым днём будет любви к людям и веры в добро, тем прекраснее будет получаться и наша реальность. Таланты и душевный свет есть у всех людей. Нужно просто открыться миру, научиться в нём видеть хорошее и каждый день с улыбкой делать хотя бы один шаг навстречу своему счастью. У вас всё получится. До новых встреч!